Ну, послушай, ну, а что они растут-то, цены? Что, зарплаты у нас растут? Два-три раза в жизни, но этот квартирный вопрос людей все равно беспокоит. Никуда от этого не деться. Вот на что у нас цены не выросли с того момента, это как раз-таки на комнаты и на ЗГТ. Я имел в виду, что, во-первых, рост цен на новостройки. Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Я все-таки не могу не ответить на ваши комментарии под видео о том, что цены все-таки растут. Я, как вы знаете, очень люблю и читать комментарии, и отвечать на комментарии, ну, если они адекватные, естественно. Так вот, разместил видео о росте цен, о том, что они действительно растут, что мы ежедневно занимаемся подборами квартир под наших покупателей. И как-никак видим эту тенденцию, да, что рост цен все-таки есть. И, как всегда, посыпались комментарии по типу того, о чем я, собственно говоря, и сказал. Да, ровно то же я и сказал в своем видео, что вы сейчас и будете мне писать, что, ну, послушай, ну, а что они растут-то, цены? Что, зарплаты у нас растут? Что у нас ситуация в стране и в мире стабилизировалась? Я так и сказал, что двигатель всему. Сейчас двигатель на рынке недвижимости – это ипотека. Процентов 75 сделок проходят у нас с использованием ипотечных средств. Это живая статистика. Ничего не придумываю, это так оно и есть. Потому что квартирный вопрос – это все-таки один из главных вопросов, который беспокоит каждого человека. Два-три раза в жизни, но этот квартирный вопрос людей все равно беспокоит. Никуда от этого не деться. Людей всегда будет интересовать, что покушать и где жить. Знаете, друзья, вот я вспоминаю цены, я очень хорошо помню все, что я продавал за свою, а я считаю, ну, немаленькую карьеру в недвижимости. За свой немаленький путь. 11 лет я провожу сделки купли-продажи. И вспоминая то, что я продавал, ну, если вам сейчас это интересно, да, я могу сейчас рассказать, какие были цены вот 10-11 лет назад. Допустим, нормальная цена однушки чешки по северному району, давайте один район возьмем, была миллион четыреста. Это в девяти-десятиэтажном доме. Панель, кирпич, там особой разницы не было. Ну, чешки, это кухня 8-9 метров, вам для понимания. Квартира 38-40 квадратов, ну, примерно так. И возраст домов 80-е. Это чешки. Цена однокомнатной квартиры, повторюсь, была миллион четыреста. Берем хорошее состояние. Берем хорошее жилое состояние. Не говорю про убитые квартиры. Цена однокомнатной квартиры чешки в 12-ти, либо в 16-ти этажке была, нормальная цена была, миллион двести, миллион двести пятьдесят. Такая же 40-метровка, но в 12-ти, либо в 16-ти этажке. Двухкомнатная квартира чешка стоила миллион восемьсот. Это была нормальная цена двухкомнатной квартиры, миллион восемьсот. Давайте вернемся к нынешним ценам. Что же у нас сейчас с ценами на аналогичные объекты недвижимости? Чешка сейчас нормальная цена. Чешка средний этаж, хорошее состояние, миллион восемьсот, миллион восемьсот пятьдесят. Это в девяти- и в десятиэтажном доме. И двушка чешка, два пятьсот. Это хорошее обычное состояние, без каких-либо там евроремонтов. А стоило миллион восемьсот, повторюсь. Я прекрасно помню Сталинку, которую я продавал в районе ДК Кирова, героев стратосферы. Я прекрасно помню эту двухкомнатную квартиру в хорошем состоянии, с хорошим ремонтом. Мы ее продали за миллион шестьсот пятьдесят. Пятьдесят шесть квадратных метров, если не ошибаюсь, общая площадь квартиры была. Это тоже было лет десять назад. Миллион шестьсот пятьдесят. Двухкомнатная Сталинка. Вот когда я говорю, что цены растут, тут очень важная, небольшая поправочка должна быть в любом случае. Я никогда не советую покупать... Вы видели такие видео уже на моем канале про жилье, такой жесткий эконом. Жесткий-жесткий эконом. Где я говорил, что ну не покупайте, не лезьте в эту компанию развития, допустим, жилой комплекс «Чайка», который находится у нас на птичьем рынке. Почему? Потому что, возвращаясь к ценам, десять-одиннадцать лет назад, вот на что у нас цены не выросли с того момента, это как раз-таки на комнаты и на ЗГТ. Это вот на такое жилье небольшого метража. А на чем-то даже и цены и просели, допустим, на тех же комнатах. Если в северном районе на Хальзуново мы продавали комнаты 18-метровки, до 700 тысяч рублей заходила стоимость, то сейчас такие комнаты и 550, и 600, это опять повторюсь, в хорошем состоянии, в более-менее нормальном месте. Да в тех же общежитиях, про которые я говорил только что, там же на Хальзуново. И ЗГТ. По ЗГТ я сниму, вы многие спрашиваете, что же такое ЗГТ, я сниму отдельное видео. Зайдем в подъезд, покажу, да, что из себя представляет подъезд ЗГТ, и постараемся попасть в какую-нибудь комнату ЗГТ. У нас, к сожалению, сейчас нет на продажу таких квартир ЗГТ, но найдем. Найдем, я думаю, найдем, чего ради вас не сделаешь. Вот, и покажу вам, что же такое ЗГТ. Так вот, цена не выросла вот с тех времен, 10-11 лет назад, вот на жилье вот такого маленького метража. Поэтому не лезьте вы в эти современные ЗГТ, не лезьте. Потому что вы не то, что заработаете на этом, да, как некоторые думают, что я сейчас куплю, а лет через 5 продам, да дай бог за те же деньги вы если продадите. Дай бог, а то и в минус продадите. Поэтому ни для детей-студентов, ни с целью перепродажи такие квартиры как не советовал, так и не советую покупать. Либо по той же цене продавать будете в лучшем случае, либо уйдете в минус. Как уже сказал, рынок недвижимости у нас двигает ипотека. Ипотека является таким локомотивом на рынке недвижимости. И опять же, одна девушка написала мне комментарий, ну, я в Воронеже нахожусь, по-моему, 2 дня, она написала. Но еще задолго, месяца за 2, перед переездом сюда в Воронеж, я наметила для себя некоторые красивые, хорошие квартиры, которые меня заинтересовали, да, и я их отслеживала. Я приехала сюда, это было 2 месяца назад, я приехала сюда, а цены остались прежними. А вы говорите, что цены выросли. Друзья, когда я говорю, что цены выросли, я не имею в виду те квартиры, которые уже были в продаже на тот момент, да, которые уже продавались, которые вы отслеживали. И тут вдруг собственники резко начали цены на эти квартиры поднимать. Нет. Я имел в виду, что, во-первых, рост цен на новостройки, не секретный для кого. Сегодня опять очередное подорожание у жилого, не у жилого, а у застройщика. У того застройщика, который строил у нас и жилой массив Олимпийский, и русский авангард, и 5 столиц. Сегодня опять очередное подорожание. Это нормально, да. Последний раз повышение цен было месяц назад, если не ошибаюсь. Всего за этот год подорожание, наверное, 6 уже прошло. И так по всем застройщикам. То есть, когда я говорю про рост цен, я имею в виду в первую очередь застройщиков, а во вторую очередь вторичную недвижимость, ту недвижимость, которая вновь у нас выставляется в продажу. Не та, которая у нас уже была в продаже, и вот как девушка говорит, я ее отслеживал два месяца назад, и цены те же. Ну, смею предположить, что если квартиры не продались, да, с того момента, как вы начали их отслеживать два месяца назад, значит, там уже цена была неинтересна. Значит, там уже цена была неинтересна, значит, она уже была завышена, поэтому они не продались, поэтому смысл им цену еще поднимать. А вот вновь появляющиеся объекты недвижимости во всех рекламных источниках уже выставляются совершенно по другой цене. Вторичка. Мы сейчас про вторичку теперь уже. То есть, как у нас выставляются объекты недвижимости в продажу? Я уже неоднократно в своих видео говорил. Иван Иванович принимает решение продать квартиру вон в том доме. Допустим, двушка чешка у него. Что он делает? Он открывает все рекламные источники, смотрит, сосед Витька продает квартиру на втором этаже, ну, допустим, за 2,500. Аналогично квартиру, аналогично планировке. Что делает Иван Иванович? Иван Иванович думает, ну, блин, ну я же косметический ремонт сделал месяца два назад, я же обойки переклеил. Дай-ка я поставлю ее на 100 тысяч подороже, 2,600. Нет, дайте я еще соточку на торт накину. Вот она цена Ивана Ивановича, 2,700. А сколько сосед Витька продает, Иван Иванович как бы и не знает, да, сколько уже та квартира, на которую он ориентируется, сколько она уже у нас в продаже висит. Он как бы и не в курсе. Соответственно, его объект недвижимости и будет висеть и дальше, и 2, и 3, и 5 месяцев. Пока не догонит до, скажем так, да, рынок недвижимости до нормальной цены. Поэтому, какие объекты у нас уже висят и 2, и 3 месяца, значит, они на тот момент были цены на них не реальные, скажем так, да, завышены. Соответственно, они и висят. А вновь появляющиеся объекты недвижимости, то есть самые дешевые уже у нас проданы, да, уже ушло с рынка недвижимости. А вновь появляющиеся объекты недвижимости уже выставляются по другой цене. Вот что я имел в виду, когда говорил про рост цен. Потому что, как уже сказал, либо ориентируются, прежде чем принимать решение о продаже квартиры, собственники ориентируются на аналогичные варианты по всем рекламным источникам, либо они просто ориентируются на новостройку. Потому что, чтобы купить новостройку, зачастую нужно продать вторичку. Никто не хочет продешевить, никто не хочет отдавать свою квартиру дешево. Соответственно, растет новостройка, растет вторичка. Все взаимосвязано, никаких тут чудес нет, никакую Америку я для вас... И как уже сказал, ипотека у нас является вот этим локомотивом рынка недвижимости, да, то есть во многом благодаря именно ипотеке рынок недвижимости до сих пор живет, вот даже по таким ценам. Да, зарплаты у людей не растут, да, ситуация в стране хреновая, извиняюсь за выражение, оно так и есть. Но людям всегда нужно где-то жить, как ни крути. И платить кому-то за съемную квартиру, да, практически ту же сумму, что и за свою в ипотеку, ну, наверное, смысла нет, да. Все, друзья, вышел я на работу, я теперь уже в строю, я теперь всегда на связи, поэтому пишите, звоните. Если какие-то вопросы у вас остались по поводу роста цен, по поводу ситуации на нашем рынке недвижимости, пожалуйста, я готов на них ответить, пишите комментарии, ставьте лайки, не забывайте, если видео было для вас полезно. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok